Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮЗ, новости на телеканале ЮТВ. И для начала коротко о главных событиях в республике на сегодня. Башкирские полицейские будут соревноваться в автомобильном многоборье. Сайт ufakp.ru сообщает сегодня, что в Башкирии полицейские начали готовиться к необычному соревнованию. Чемпионату МВД России по автомобильному многоборью. Этот турнир состоится в Уфе с 1 по 5 июля. Как сообщили в пресс-службе МВД ПРБ, в состязаниях будут участвовать более 70 полицейских команд со всей России. Автомобильное многоборье – это комплексное соревнование на автомобилях по нескольким видам. Фигурное вождение, слалом, экономичное вождение. Бумажный бум. Вновь идет спасать город. Ньюс Уфа сообщает о том, что в Калининском районе города началась экологическая акция «Бумажный бум». Об участии в этом проекте уже заявили 26 школ. По итогам проведения акций в Кировском, Ленинском, Демском, Советском и Октябрьском районах собрано свыше 100 тонн макулатура. По данным Экопортала РБ, цель акции – не только собрать макулатуру, но и понять необходимость раздельного сбора и переработки бумажных отходов, навсегда привлечь учащихся к сохранению экологической обстановки в городе. Организациям города выписаны предписания по паводку. В администрации города и всех службах города все больше внимания уделяется подготовке к паводку и мероприятий, которые помогут без аварии и ущерба его пережить. В Уфе зафиксирован объем снега, выведенного с территории города на отметке 1 миллион кубических метров. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Уже подготовлены меры экстренного реагирования. Реализуется план профилактических мероприятий. Эрик Елалов попросил предприятия города также уделить пристальное внимание в период половодия на свои территории. На одних территориях базируются противопаводковые посты, другие сами находятся в зоне особого внимания из-за специфики своей деятельности. Об этом сообщает сайт news.ufa.ru Жители Уфы сдадут кровь в помощь экологии. Сайт Уфа-1 приглашает жителей Уфы 15 марта принять участие в благотворительной акции по сбору донорской крови. Также в этот день будет организована благотворительная ярмарка. Средства, собранные в рамках мероприятия, направят на решение экологических проблем, сообщает пресс-служба Министерства экологии Республики. В благотворительные акции «Чистая весна» будут также участвовать более 500 волонтеров. Все пришедшие станут зрителями шоу-программы. Уфимцев также ждет розыгрыш призов и выдача подарков от партнеров мероприятия. Стать донором могут граждане старше 18 лет. Вес должен превышать 50 килограммов. С собой нужно иметь паспорт. Перед сдачей крови донор проходит обязательное бесплатное медицинское обследование. Доноров будут ждать 15 марта с 8 до 13 часов. В республиканской станции переливание крови по адресу Батырская 41-1. Сдать кровь в рамках акции можно до 22 марта. Билеты на поезда для жителей Республики Башкортостан подешевеют на 25%. Жители Башкирии, как и всей страны, смогут сэкономить на железнодорожных билетах. Их стоимость в плацкартные и общие вагоны с 11 марта по 27 апреля сократится на 25%. Об этом сообщает региональное интернет-агентство «Башкирия». А билеты в купейных вагонах и СВ станут дешевле на 20%. Скидка на них будет действовать с 11 марта по 25 апреля 2013 года, сообщает пресс-служба РЖД. Существуют и ограничения. Скидка действует только на поезда дальнего следования и не распространяется на те, которые попадают под новую систему расчета цен. При расчете стоимость этих билетов берется во внимание сезон, дни недели, спрос и так далее. Напомним, с апреля летать в соседние регионы тоже станет на 50% дешевле. Ну что же, у меня на этом все. А теперь переходим к основным новостям региона на сегодня.